Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим очень интересную партию, которую в 2014 году на супертурнире в Норвегии в Ставангеле сыграл известный российский гроссмейстер Сергей Каякин и международный гроссмейстер из Норвегии Симен Агдестейн. Всем нам Симен Агдестейн известен прежде всего тем, что он является первым таким серьезным тренером действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Калсена. Его брат Эспен является менеджером Калсена. Но сам Агдестейн в молодые годы, это где-то рубеж 80-90-х годов прошлого столетия, был очень сильным гроссмейстером. В его активе есть даже победа над Анатолием Карповым в ферзевом окончании. Но замечательен Агдестейн еще и тем, что кроме профессионального занятия между шахматами, он еще и профессионально играл в футбол и был членом сборной Норвегии по футболу. Но, конечно же, Симен Агдестейн очень крепкий орешек и Калякину было непросто в этой партии. Партия получилась очень боевая, интересная, прежде всего тем, что в ней был разыгран очень актуальный вариант французской защиты. Давайте посмотрим. Итак, Е4-Е6, далее Д4-Д5, Конь-Ц3. Конечно, на элитном уровне это основной ход. Играют, конечно, и Конь-Д2, система Тараша, но шахматисты, имеющие хорошую память, молодые, задорные, они избирают ход Конь-Ц3. Конь-Ф6, классическое продолжение. Е5-Конь-ФД7, Ф4-Ц5-Конь-Ф3-Конь-Ц6 и слон-Е3. Это система стейница Болеславского, таби этого варианта. Очень много различных здесь разветвлений есть за черных, ну и Агдистейн решает разменяться на Д4 и далее играет ферзь Б6. Таким образом, ферзь нападает на пешку Б2, ну а белые оставляют это без внимания и играют ферзь Д2, жертвуя пешку на ферзьевом фланге. Агдистейн берет пешку, далее ладья Б1, ферзь А3 и слон Б5. Далее продолжается этот длинный теоретический вариант. Конь бьет Д4, слон бьет Д4, А6, слон Д7, слон Д7 и ладья Б3. Прежде чем забрать на Б7, ладья немножечко сдвигает с места ферзя на менее активную стоянку и дальше ладья бьет Б7. Ферзь А4 и в этой ситуации следует ход ферзь Ф2. Черные не размениваются, играют слон Е7 и в этой позиции Корякин применяет новинку Ж3. Он все-таки избегает размена сильнейших фигур, в то же время как две партии очень известных шахматистов, Широва против Морозевича и Доминкеса против Непомнящего, они были сыграны в 2011 и в 2012 году соответственно, продолжались по нехитрому сценарию. Ферзь бьет А4, слон бьет А4, шах, король Д2, слон Д8, ладья ХБ1. И вскоре вот в таком эншпиле выяснилось, что проблем у черных больших нет. Ладья Ц8, слон Б7, ладья Б8, слон Ц6, ладья Ц8, слон Б7. Здесь в ничью 24 хода закончилась партия Широва Морозевича, ну а Доминкес с Непомнящим на один ход проделили это удовольствие и тоже здесь заключили мир. Но все-таки не хотел делать здесь ничью быструю Сергей Корякин, сыграл Ж3. И далее следует ход ферзь Х3. Король Д2, конечно, при закрытом центре можно себе позволить поставить короля на поле Д2, обойдясь без рокировки, ну а черным нужно все-таки рокировать, потому что такой удобной стоянки у черного монарха не наблюдается. Слон Д8 играют черные, далее на ладья ХБ1, слон Ц6. Один за другим разбежали с седьмой горизонтали слоны черных, ну и сейчас под угрозой ладья на Б7, но следует ход слон Ц5. Корякин здесь смело жертвует качество, возможно это домашняя заготовка. И здесь, конечно, нелегко приходится королю черных, потому что рокировать он здесь не может. Взяли, взяли, ладья Ц8 и далее король Ц1. Ф6 играют черные, здесь пытается Агдестейн как-то наладить взаимодействие своих фигур, но следует удар, конь бьет Д5. Невероятная жертва, если это не домашняя заготовка, то действительно гениально вот этот отрезок партии проводит российский шахматист. Он здесь остался без ладьи, но после хода Ферзь Е2 угрозы белых очень-очень сильны. Мы видим, что в этой позиции просто нельзя брать на Ц5, потому что в этом случае будет взятие. Давайте посмотрим этот вариант. То есть мы забираем здесь, король отходит, потом еще одна вилка, король отходит. Ну что, здесь мат просто после Ферзь Е8. Вот такой красочный вариант, но понятно, Агдестейн сюда не пошел, сыграл ладья Ц7, перекрылся, ну и здесь приходится бить. Забирает Корякин, ну и далее Е6, пешка проходит вперед. Король черных уже находится буквально в матовой сети, но таким интересным ходом, как слон Б6, отвлечение, здесь Агдестейн временно отдает слона, то есть в итоге остается с лишним качеством, но эвакуирует из центра своего короля. Далее следует ход Е7, ладья Е8 и слон Д8. Уперлись друг в друга здесь пешка, слон и ладья, ну и дальше следует ход Ферзь С8. Так играют черные, ну а король Б2 играет здесь Корякин, далее следует ход Ж6, Ферзь Д3. Очень интересная позиция, мы видим, что у белых не хватает качества, но все-таки слон и пешка это надежная компенсация. Ладья черных здесь фактически арестована под угрозой пешка на Д5, поэтому Ферзь С6, защищая обе пешки на А6 и на Д5. Ферзь С3 здесь играют белые, и тут Агдестейн понимает, что если он разменяет ферзей, то белые просто выиграют. Например, Король Ф7, Король Д4, Король Е6, Король Ц5. Ладья никак не может здесь выйти, конечно, взятие на Е7 приводит к легко выигранному для белых пешечному окончанию, ну а белые просто следуют королем на А6, забирают пешку, проходная А решит исход партии. Поэтому черные сохраняют ферзей, дают шаг, Ферзь Б3, Ферзь С5, снова избегая размена сильнейших фигур, и на А3 Король Ф7. Далее, Ферзь Д3 играют белые, Ферзь С6, Король Б3 и Х5. Король Б4, белый король набрался смелости, двинулся вперед, Х4 играют черные. Конечно, брать на Х4 не хочется, а в этом случае, видимо, последует ладья Х8, черные активизируют свою тяжелую фигуру, но белые играют Ж4, а черные Х3. Идея здесь понятно, пешка Х задел на будущее, возможно, это опасная проходная, в то же время она сейчас неуязвима. В случае взятия следует мат в два хода, шаг и вот такой вот мат. Поэтому Король А5, играют здесь белые, просто хотят пешку на А6 забрать Ферзьем. Ладья Х8, играют черные, ну и дальше взятия не последовало, потому что ладья заходила на Х4, потом ладья Ж4, взяли здесь, и пешка АЖ становилась очень опасной. Поэтому белые играют А4, ладья А4, Ферзь Ж3. Защищая пешку, мата теперь на Б5 уже не будет. Ж5 играют черные, и в этой ситуации Корякин все-таки перегибает палку. В стремлении сыграть на выигрыш, он ставит партию на грань поражения, потому что здесь нужно было играть ФЖ все-таки. И после хода ФЖ белые выигрывали, посмотрите, тут очень все просто, но это явно не тот вариант, который бы случился в партии, в случае ФЖ со стороны Корякина, а скорее всего была бы ничья вот таким вот вечным шахом. Ферзь С6, Король А5, Ферзь С5. Ну, сколько мы с вами, уважаемые зрители, вот так вот упускали ничью, которая была у нас в руках ради журавля в небе, то есть победы. Но и здесь Корякин играет ФД3. Далее следует ход ЖФ. Создается опасная проходная, но белые играют ФФ5. Это активность Ф3, Ферзь бьет Ф3 и ФЕ6. Черные берут под контроль пешку Ж4, далее она двигается вперед, и Ферзь С6, обратно возвращается Ферзь Ж6, ради вскрытия вертикали сюда заходит пешка. Ну, понятно, не хочется брать все-таки, потому что будет ход Ферзь Ж3, и там уже нужно будет Королю подходить на А5 к ладье, в пассивную стойку становиться. Поэтому в данной ситуации играет черный Король Е8. Ферзь Б3, играют белые, ну и дальше ладья Ж4. Пешка двинулась на Ж7. В этой позиции на взятие на Ж7 последует взятие на Х3, поэтому черным проще всего было сыграть Король Ф7, контролируя обе пешки своим королем, ну а ладья в дальнейшем освобождается от дежурства по вертикали Ж. Но черные сыграли Ф5, последовало Ж8, Ферзь. Отвлечение, Ферзь бьет Х3. Ферзь Е6, по-прежнему очень острая позиция. Белая пешка Е нуждается в постоянном надзоре со стороны черных фигур, но белая этим пользуется. Слон Б6, перекрывая шестую горизонталь, следует Король бьет Е7 и Ферзь А7 шаг. В этой позиции черные вполне могли сыграть Король Е8, избегая размина Ферзи, и на Х4 двинуть пешку Ф вперед. Здесь все-таки в угонке проходных черные успевали первыми. Но в партии здесь Эгдистейн сыграл Ферзь Ф7. И Корякин понял, что это его шанс. Разменялся на Ф7, забрал на А6. По-прежнему очень острая позиция за качество пешка, но у белых две проходные по краям шахматной доски, у черных мощная проходная пешка Ф, за которую, видимо, придется отдать слона. Ну и здесь точный расчет решает все. Ф4 играют черные А5, и в этой ситуации Эгдистейн все-таки выпускает выигрыш. Здесь нужно было играть Король Е6. Ну вот пойди знать, что нужно так двигать Короля поближе к пешке А. Ну и что дальше? Если сыграть Король Б7 в этой позиции, то шах Король С6, завлекая Короля на линию С. Ладья Ж2, А6, забрали С5. Ладья бьет Аш2, А7, Ладья Аш8. Ну и дальше Король Б7, Ф3, А8 Ферзи. В этой ситуации мы видим, что черные успевают поставить Короля на Е5. На Король Б7 они играют Т4, ну и пешка Ф проходит Ферзи. Если бы белые в этой ситуации не играли Король Б7, а пошли бы слоном, то это были бы классические штаны. Ну а если в этой ситуации пойти Король Б5, не Король Б7, то тогда Ладья Ж2, А6, Ладья бьет С2 уже без шаха. Ну тогда на А7 следует не Ладья А2, конечно, ввиду слона 5, решающее перекрытие. И на шах Король А6 белые ставят Ферзя первыми и выигрывают партию. А здесь просто Ладья С8, ну и дальше в гонке проходных черные оказываются снова первыми. Король А6, Король Е5, Король Б7 с нападением на Ладью, Ладья Е8. Здесь если пойти слон С7, шах Король Ф5, слон Б8, то получается, что и белые и черные ставят Ферзей. Причем белые даже первыми это делают, но у них нет ни одного шаха. Ну а черные имеют лишнее качество, белый король в большей опасности. Черные здесь побеждают. Но если белые здесь играют А5, то тогда Д4, А6, Ф2, А8 Ферзь, взяли, взяли, Ф1 Ферзь. Шахматы это трагедия одного темпа, этот афоризм Савелия Тартаковера здесь применим как нигде. Оказывается, после хода А7 белые как раз на один темп не успевают сделать ничью. Но здесь упускает свою возможность тренер Магнуса Карлсона, он сыграл Ф3 и после король Б7 позиция стала ничейной. Ладья Ж2 сыграли черные, А6. Черные здесь, конечно, не могут играть Ф2, потому что слон Ф2, ладья бьет Ф2, А7. И тут мы видим, что пешка С мешает черным сыграть ладья А2 и выиграть вот это окончание. Тоже можно сказать и о короле на пункте Ф7. Черные здесь даже проигрывают. Но если в этой ситуации сыграть ладья С2, как было в партии, то после А7 ладья А2, Х4, король Ф6, получается ничья. Х5, пешка Х очень сильна, нужно отрядить на ее уничтожение короля. Ну и дальше король Ж5, А8 ферзь, взяли, взяли, король Х5, король Б7. Белые успевают своим королем уничтожить пешку Д5, ну а за пешкой Ф надежно присматривает слон белых. Поэтому здесь соперники заключили мир. Вот такая очень интересная боевая партия. Здесь Корякин не хотел сразу идти на ничейный вариант. И по ходу партии тоже отказывался от предоставления возможности вечного шаха своему сопернику. Ну а Ахдестейн использовал свои шансы, но в конце концов все-таки подвел его расчет вариантов. Может быть это возраст, может быть времени не было достаточно у Ахдестейна. Но так или иначе партия закончилась в ничью. Надеюсь, что данный поединок вам понравился. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Мы с вами стремительно движемся к отметке в 30 тысяч подписчиков. Ну и это конечно далеко не предел. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok